Возможно, в скором времени безрецептурные лекарства появятся на полках продовольственных магазинов и супермаркетов. Правительство страны рассмотрит это предложение 1 декабря. Но уже сейчас фармацевты, продавцы в магазинах и покупатели против такого нововведения. Какие цели преследуют власти в этом вопросе, выяснял наш корреспондент. На прилавке с выпечкой и сладостями средства для похудения. Рядом со спиртными напитками, лекарства от похмелья или алкогольной зависимости. Такой маркетинговый ход не устраивает ни продавцов, ни фармацевтов, ни самих покупателей. В основном не готовы к таким переменам магазины. Невыгодно, говорят торговцы. Ведь чтобы продавать таблетки, пусть даже те, что отпускают без рецепта врача, нужен специалист, отдельное помещение для хранения лекарств и свободной площади. Сами супермаркеты могут, по моему мнению, сдавать в аренду площади под аптеки. Это было бы хорошо, поскольку, допустим, в нашем районе очень много пожилых людей, так что детей, которые нуждаются в этих лекарствах, и чтобы это было всегда под рукой. Ну а самим магазином торговать лекарствами, я думаю, что это не очень хорошая идея, поскольку продукты – это продукты, а лекарства продавать без специальных разрешений – ну, это не совсем целесообразно. Подобной инициативой власти планируют увеличить конкуренцию и, соответственно, снизить цены на лекарства, а также сделать фармацевтическую продукцию более доступной. Однако три года назад подобное предложение Минздрав не одобрил. Тогда опасались лекарственных подделок. Сейчас попытку решили повторить. Однако сами покупатели к нововведению относятся по-разному. Боятся, что таблетки окажутся поддельными. Я бы, наверное, не купила бы. А вдруг оно что-нибудь какое-то такое, подкидное. Сейчас посмотри, сколько пишут в газетах, что лекарства – это как бы поддельные. Что не лекарства, а кушаем, пьем мел. Фармацевты возможное нововведение тоже не одобряют. У каждого лекарства определенная дозировка для детей или взрослых. Противопоказания, побочные эффекты. Покупать таблетки без консультации специалиста считают в аптеках опасно. Пусть даже отпускают их без рецепта врача. Имеется очень много таких нюансов, которые знает именно специалист, окончивший фармацевтическое учебное заведение. Сюда входят и условия транспортировки определенные. Особые условия размещения товара, хранения. Особые температурные, световые режимы хранения препаратов. 70% лекарств, которые продают в аптеках, это безрецептурные препараты. Они составляют 50% выручки. И прибыль аптек в основном зависит от продажи именно таких лекарств. Они компенсируют затраты на выдачу бесплатных и льготных таблеток. И если такое предложение одобрят, может ухудшиться не только качество фарма-обслуживания. Выручка в аптеках тоже станет меньше. Светлана Сотникова, Эдуард Еворский. Новости дня. Информационное агентство Порт-Амур.